Здравствуйте! Как в это лето многим не хватило вентиляторов и кондиционеров, так и зимой может кому-то не хватить обогревателей. Поэтому давайте готовиться заранее. Многие уже имеют такие масляные обогреватели, но срок службы у них порядка пяти лет, и, к сожалению, используется здесь очень пожароопасный элемент – это масло. На смену масляным обогревателям появились конвекторы. Здесь используются тены, которые не жгут воздух, и защищены тены металлическим корпусом. Воздух холодный попадает в щели, которые находятся внизу конвектора. Проходя между корпусом и теном, быстро нагревается и моментально вылетает через верхние щели. За счет того, что выходные отверстия направлены вниз, воздух горячий направляется вниз, нагревает пол и поднимается вверх. Этот обогреватель хорошо использовать у кого имеются дети. То есть нагревается пол, потом теплый воздух поднимается вверх. Плюс они пожароэлектробезопасны. Даже если ребенок задел и конвектор упал, он не прекращает своей работы. И при этом выключится, когда наберет определенную температуру. Есть еще одна интересная модель – инфракрасный излучатель, который может монтироваться как в ванной комнате, так и на балконах. Допустим, у вас есть рассада, и чтобы вырастить ее к сезону, можно использовать вот эти инфракрасные обогреватели. Имеется несколько режимов нагревательных элементов. Обычно он вешается наверху, под потолок, и внизу находится вот такая веревочка. За счет переключения вы выбираете необходимый вам режим обогрева. Особо хотел сказать вот об этом маленьком приборчике. Принцип работы – ТЭНы, вентилятор. ТЭНы не жгут воздух. Имеется защита от перегрева. Он предназначен для местного обогрева. Допустим, вы выбрали какую-то зону, где будете работать. Установили, включили, и он будет греть примерно ваше рабочее место. Очень интересная модель. Хотелось рассказать еще об одном нагревательном элементе, на мой взгляд, самый интересный. Это газовая печка. У многих имеются уже газовые баллоны. И когда вы приезжаете на дачу, обычно нет электричества. И чтобы согреться, быстро печь топить тоже накладно, можно использовать вот такую газовую печку. У многих имеются газовые баллоны, которые прячутся сюда, подключаются. Выставляем необходимый режим. Они также пожаробезопасны. Нажимаем пьезоэлемент. Происходит вспышка, и камин загорается. И можно встречать Новый год с елочкой в тепле, в уюте. И отдыхайте с энтузиазмом.